здравствуйте дорогие друзья введение сегодняшнее было весьма грустным и тема будет грустная но актуальная актуальная злободневная я бы даже сказал медитировала сегодня рано утром хотелось бы сразу сказать что у нас ну или же в моей семье сегодня не очень хорошие события случилось супруге стало известно что умер ее отец сам отец находится на украине соответственно мы редко видимся и уж тем более у нас нет возможности каким-то образом с ним переписываться поскольку он довольно глубокой глуши живет на территории украины в общем связи как таковой практически нету то есть мы через братьев моей супруги можем получать какую-то информацию связанную с отцом и сегодня как я понял один из братьев написал что умер отец и и события не очень приятное одно тем не менее как бы но в то же самое время это жизнь естественно я это понимаю я не стал ничего откладывать они стал откладывать свои дела свои какие-то заботы и сел медитацию также продолжил медитировать дабы получить возможно какую-то информацию получить какие-то знания и так далее и видение я оказался в тонком теле я увидел что нахожусь у себя в квартире и при этом я видел объем на пространство своей квартиры в которой я находился пространство была чистая светлая и в то же самое время я почувствовал некое движение движение это было с правой стороны я уже рассказал что правая сторона является чистой стороной если видение или знаки проявляются с правой стороны это хорошие знаки это благие знаки левая сторона она всегда несет особый подтекст и с правой стороны когда я повернул голову находясь в тонком теле мое физическое тело при этом продолжала начитывать мантру и я его по сути не чувствовал я находясь в тонком теле чувствовал как мое тело стало очень очень легким то есть оно было подобно я всегда привожу такой пример как кусок пенопласта знаете когда ветер начинает дуть пенопласт начинает катить ну как-то перекидывать сбоку на бок точно также и мое физическое тело но было настолько легким что казалось вот-вот оно взлетит и находясь в физическом теле повернул голову вправо и увидел как из ванной комнаты выходит моя супруга при этом она в силу какой-то своей возможно кокетливости но как бы женщина не все одинаковые и моя супруга выйдя из ванной комнаты она замоталась в полотенце широкое полотенце и при этом я видел что у нее как бы на плечах и на руках еще были капельки влаги воды и она когда выходила у нее были мокрые волосы и влажное полотенце но при этом она выходила настолько радостная и счастливая и спокойно умиротворенная и что самое странное я видел что ее тело даже астральное тело но как бы очистилась что самое удивительное и конечно же этот элемент меня немножко даже удивил то есть и выходя из ванной комнаты она прошла через всю квартиру ко мне подошла при этом обняла и еще и поцеловала в правую щеку и я понял что это жест признательности при этом она внутри как бы мысленно обращаясь ко мне она сказала спасибо спасибо и я понимал что каким-то образом это ее состояние чистоты внутренней чистоты это состояние когда она помылась и очистилась от какой-то грязи и это ее благодарность в отношении меня самого она связана с смертью отца то есть с одной стороны друзья мы видим что умер отец родной отец подчеркиваю а с другой стороны для души моей супруги для всей моей семьи соответственно это было благим знаком и вот вопрос почему я уверен данный вопрос задает уже каждый из нас как так происходит ведь это же отец он дал жизнь он дал существование дал какое-то развитие он дал жизни в конце концов нашему физическому телу как родитель который дает свое условно говоря благословение и так далее понимаете как вообще такое возможно я когда вышел из медитации я сразу решил ну все я такое рассказывать не буду по поводу данного видения я никаких комментариев давать не будешь тем более ролика на эту тему не будет но прошло 10-15 минут и я понял что ведь на самом-то деле друзья если постараться объяснить эту тему я уверен многие из нас поймут в чем же здесь подвох почему так произошло почему смерть отца было проявлением чистоты для дочери странно звучит я объясняю на самом деле отец был алкоголиком очень суровым алкоголиком вел настолько беспутную жизнь что даже совершал особые виды оскорбления в отношении своей дочери друзья я не рассказываю все в деталях не рассказываю как там семья была большая и что он там дерево делал со своими детьми как он к ним относился я думаю вот это вот намека вы уже поняли да соответственно учитывая то что моя супруга была младшей дочерью данного человека соответственно она кое-как там где-то еще смогла у бабушки жить у родственников своих жить потом ее сестра забрала и так далее но братья и сестры которые были старшими ее братья и сестры они конечно повидали или нахлебались много страданий в своей жизни и их жизнь была очень тяжелой родитель был алкоголик настолько что он даже себе отморозил однажды ногу потому что замерз на улице при этом пил все что возможно горит настолько был беспринципный мы даже его как-то хотели забрать к себе на украине когда мы жили вот но продержался он ровно месяц помойли полтора и в тихушечку начал ходить в магазин красть какие-то деньги и покупал себе там стопарик водки и таким образом он начинал там подпевать нам это стало известно через две недели мы соответственно все это все эту конторы закрыли то есть был не серьезный разговор в результате отец ее отец очень сильно обиделся на меня собрал вещи уехал я не стал его останавливать потому что я считаю что если ты взял на себя где-то без обязательства ты уж старайся не хочешь как бы я извините рисковать судьбой своих детей и собственно родителей не собираюсь то есть всегда у нас стоит ответственность перед своим потомством естественно если бы он остался и он прекратил бы пить я бы заботился о нем но так уж получилось что водка оказалась дороже его глупость и невежество для него оказались более ценными скатертью дорога естественно друзья поверьте многих вещей я не хочу рассказывать силу этических соображений то есть я не хочу обострять напряженность данного ролика и таким образом но все же отец был настолько плохим человеком что просто диву даешься и вот в силу данных сведений друзья я бы хотел бы обратить наше внимание на особое качество это кровные отношения я уже говорил во многих роликах что всегда друзья кровные отношения отношения родственников это единая структура до седьмого поколения мы все связаны до седьмого колена вперед до седьмого колена назад у нас у всех есть особая мистическая кармическая связь которую невозможно прервать как бы мы не хотели чтобы мы не делали помните об этом и никогда не отказывайтесь от родственников никогда не отказывайтесь от близких и за близких родственников всегда нужно молиться потому что по сути кровь кровь это особо энергетическая структура которая есть у нас у всех которая нас всех связывает и кармические греховные деяния которые мы совершаем они так или иначе распределяются на весь род то есть если в роду допустим люди живут беспутно то этот род он также плодит постоянно каких-то грешников если род духовный либо имеет благословение святых то в этом роду всегда рождаются люди творческие склонные каким-то аристократическим взглядом какие-то способности к воинской службе к чести к достоинству и так далее то есть понимаете если проследить родственные отношения развития самого рода мы увидим особую черту что всегда на протяжении всех поколений рождаются люди у которых качества подобны друг другу это говорит о том что в роду или в род привлекаются души которые сходны друг относительно друга обратите друзья внимание на то что мы как бы все знаем кто такой иисус христос но никто не обращает внимание что иисус родился в святом роду и этот род он нес благословение на протяжении тысячелетий до самого иисуса благословение и в этом же роду были другие пророки такие как давид соломон и так далее то есть все 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 пророки они находились в этой родовой линии то есть этот род он не прерывался в силу благословений каких-то особых благословений силу чистоты и святости и мария также она была святой и она также родилась именно в этом роду и точно так же этот принцип он работает и в нашем случае то есть если у нас наши предки наши деды или бабушки наши дедушки и бабушки наши дяди и тети прадедушки прабабушки они допустим вели дурной образ жизни то соответственно наша жизнь будет подобно тому как они себя вели если же мы допустим живем благочестиво и следуем духовным традициям то соответственно наши потомки будут жить в соответствии с теми кармами которые мы накопили понимаете таким образом происходит развитие судьбы и на основе этого естественно моя супруга очень часто допустим рассказывала сновидения в которых она видела что ее родной отец он в буквальном смысле даже издевался над ней в сновидениях поскольку но его состояние было очень мрачным то есть это алкоголизм такой запущенной форме и она видела что многие события в ее жизни не развиваются в силу того что как бы отец плохо себя ведет потому что есть очень глубокая связь известно что допустим 50 процентов кармы родителей перекладывается на детей от этих же родителей перекладывается 25 процентов допустим уже на внуков от этих же родителей уже двенадцать с половиной процентов перекладывается на правнуков дальше еще делится карма на двое там шесть процентов потом три процента потом полтора процента и так до седьмого колена то есть понимаете то есть вот эти вот эти вот кармические долги вот эти вот они все распределяются между самими потомками поэтому когда мы совершаем поступок мы должны подумать в первую очередь даже не о себе о наших детях о наших также предках о наших будущих потомках как они будут жить соответствии с нашими поступками и естественно когда человек такой вот беспринципный живет когда он совершает массу дурных деяний естественно дочь это чувствовала и уж сколько она моя супруга настрадалась кстати записываю этот ролик пока ее нету и я даже не рассказывал что буду записывать на эту тему ролик я уверен что она когда посмотрит она конечно так покачает головой уверена она бы не позволила это сделать потому что ну как бы уже такие личностные вопросы но тем не менее уж сколько она как бы настрадалась из-за своего родителя алкоголика учитывая то что она росла сиротой то есть мама у нее также находится в печальном состоянии то есть по сути ее нету она находится в психиатрической лечебнице при этом ее мать повредилась умом когда моя супруга родилась ей было всего лишь три месяца что случилось у них семье между отцом и матерью это неизвестно и никто не говорит не ничего не известно что там случилось и почему мама вдруг повредилась умом вопрос хотя зачем этот вопрос задавать я думаю боженька все так сам решит он все знает все видит и все понимает но то что она действительно настрадалась я же все это вижу это же все происходит на моих собственных глазах я же участвую во всех этих ее состояниях в этих ее душевных страданиях потому что она все-таки переживает за своего отца а помочь по сути ничем невозможно да она конечно же молится за него но друзья тут как бы вопрос такой уже и на данном примере все таки я хотел бы дать понять что мы можем думать что угодно мы можем вести себя как угодно но мы должны всегда помнить что наше незнание и наше непонимание неких процессов которые связаны с кровью наших предков и наших потомков если мы ее не видим не знаем и не понимаем это не знает что она не работает если мы что-то недооцениваем это не не значит что этого не существует это работает это можно видеть духовным зрением и можно видеть и отслеживать те последовательности, которые проявляются либо не проявляются в судьбах наших родителей, близких, наших семей, детей и так далее. То есть мы всегда должны проявлять больше внимания к своим поступкам, поскольку наши поступки – это жизнь, друзья, еще раз подчеркиваю, жизнь наших детей. Хотелось бы призвать всех нас вести себя благоразумно, чтобы наши потомки, чтобы наши семьи, чтобы наши внуки, правнуки не страдали из-за наших неразумных поступков. До новых встреч, друзья!